Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии. Игорь Буренко, здравствуйте. С потеплением в Одессе появился туман, видимость на дорогах снизилась. В управлении полиции всех участников дорожного движения просят быть осторожнее. При подъезде к перекресткам, при подъезде к пешеходным переходам нерегулированным, а также к остановкам общественного транспорта, водители транспортных средств обязаны снижать скорость движения и быть предельно внимательными, помнить о том, что там люди, пешеходы, возможно, дети. Водители говорят, особого дискомфорта на дорогах не чувствуют и основные правила соблюдают. Обязательно с включенным светом, с ближними огнями, и обязательно на расстоянии держать дистанцию, и, соответственно, обязательно смотреть за другими, если я в себе уверен, а в других я немножко не уверен. Также полицейские просят пешеходов пересекать дорогу только в установленном месте, а родителям советуют прикреплять на верхнюю одежду своих детей светоотражающие элементы. Из-за тумана поменялось и время прибытия рейсов в аэропорт Одесса, в частности, на 2,5 часа опоздал самолет из Киева. Он должен был приземлиться в 11 утра, но сделал это лишь в половину второго. Задерживаются также рейсы из Минска и Стамбула. Они ожидаются в 14.30 и 17.30 соответственно. Согласно онлайн-таблоу аэропорта, после 17 часов опозданий уже не будет. В сети появилось видео штурма военно-морской базы в практической гавани Одесского порта. Инцидент произошел две недели назад, но опубликовали видео с камер наблюдения только сейчас. Как следует из видеозаписи, к КПП военной базы подъехал внедорожник. Пассажиры и водитель авто, военнослужащие ВМС Украины начали выяснять отношения с часовыми, пытаясь самовольно проникнуть на территорию части. Когда внедорожник прорвался на территорию и попытался продвинуться еще дальше, часовое применил оружие, выстрелив по колесам. Командование ВМС Украины началось 26 сечня наказом командователя ВМС и проводится с метою установления обставин инцидента между военнослужащими ВМС Украины. Ильичевск, теперь Черноморск. Сегодня было принято первое постановление о переименовании в рамках декоммунизации. Новые имена обрели более 160 сел и поселков и 4 города. Артемовск стал Бахмутом, Дзержинск – Торецком, Красный Лиман – Лиманом, а Ильичевск – Черноморском. Постановление поддержали 230 народных депутатов. ЛМ, Бонд, Винстон и Прилуки. 30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно провести через украинскую границу. Подозрительный микроавтобус остановили одесские пограничники. С помощью специального рентгеновского сканера удалось обнаружить 61 ящик сигарет с украинскими акцизными марками, спрятанных в конструкции автомобиля. Транспортное средство изъяли, о данном правонарушении сообщили в СБУ и отделение национальной полиции. Общую стоимость табачных изделий пока устанавливают. По официальным данным, микроавтобус должен был следовать палубным грузам в Болгарию на одном из теплоходов. И пока у нас на этом все. Следить за новостями седьмого канала можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию телефон 726-3226. Увидимся через два часа, оставайтесь седьмым.